В этом видео ты узнаешь, почему у тебя нету денег. Проблема в том, что ты не интересуешься деньгами. Тебе это не интересно. Если ты скажешь, что ты сейчас интересуешься деньгами, то не обманывай себя. Например, возьмём спортсменов. Спортсмены смотрят за своим здоровьем. Они читают книжки о спорте. Они смотрят фильмы о спорте. Они следят за своим здоровьем. Они следят за своим питанием. Они смотрят, чтобы у них был достаточно рацион белка. Они пьют достаточно воду. Они делают специальные упражнения для их вида спорта. Что делаешь ты? Задумайся и ответь на этот вопрос. Сколько книг ты прочитал? Какие книжки ты прочитал? Что ты узнал о деньгах? Невозможно достичь тот или иной результат, не вкладывая для этого много силы. Не вкладывая для этого энергию. Не затрачивать для этого времени. Не ставить себе цели. Не искать пути. А идти по простому пути и просто говорить, я хочу много денег. Так не получится, друзья. Так это не работает. Без труда, как говорится, не вытянешь и рыбку из пруда. Тебе надо этим интересоваться. Ты должен этим болеть. Ты должен этим жить. Только так ты сможешь добиться успеха. По статистике, 80% людей, которые выиграли миллионы в лотереи, и я не говорю о рублях, гривень или так далее, другой любой валюте. Я говорю о долларах или евро. 80% людей, которые выиграли миллионы, через 2 года или в течение 2 лет, не то что все проиграли, они находились в минусе. Почему? У них нет финансовой грамотности. У них были деньги, но они не были богатыми. Богатство заключается здесь. Возьмите человека, который достиг или добился чего-то, и заберите у него все. Этот человек в течение определенного времени опять достигнет результат. Почему? Потому что богатство заложено здесь. Богатство не заложено в кармане. Богатство заложено в голове. И это многие путают. Многие думают, что если у тебя в кошельке много денег, то ты можешь достичь все. Ты не можешь ничего. Потому что богатство заложено в твоей голове, а не где-то в другом, в любом месте. Это нельзя забывать. Еще один очень важный фактор называется, не важно сколько ты зарабатываешь. Важно сколько у тебя остается. Наверняка сейчас многие скажут, ну если ты зарабатываешь миллионы, это намного проще. Конечно проще, я с вами не спорю. Суть заключается в том, что если бы сколько бы ты не зарабатывал, ты должен от этого отлаживать свои деньги. Потому что если ты будешь зарабатывать миллионы и будешь тратить миллионы, то у тебя будет ноль. Если будешь зарабатывать тысяча долларов и будешь отлаживать пятьсот долларов, то в конце месяца у тебя будет пятьсот долларов. Если ты это сделаешь в течение десяти месяцев, то у тебя уже будет пять тысяч. А тот, который зарабатывал миллион и отлаживал ноль, все тратил, а еще хуже жил на кредиты, тогда у него будет не только ноль, у него останутся кредиты. Поэтому запомни, неважно сколько ты зарабатываешь, ты должен конечно всегда стремиться зарабатывать больше, но важно сколько у тебя остается. В этом заключается богатство. И то, что у тебя остаётся, ты должен дальше влаживать, ты должен дальше откладывать, ты должен дальше учиться, развиваться. Без этого не будет успех. Друзья, если я посмотрю на себя и на свой путь, то за последние 10 лет я успел, я смог шагнуть на 10 шагов вперёд. Через 10 лет я опять сделаю 10 шагов вперёд. Это бег не на короткую дистанцию, это марафон, друзья. И это не каждый хочет пройти и не каждый сможет пройти, потому что это не с лёгких путей. Часто слышу вопрос, с чего начать. Начни с самого элементарного. Отложи сначала от своей зарплаты кое-какой процент и делай это каждый месяц. Конечно, только откладывать не сделает тебя богатым, но что самое главное, ты будешь учить себя привычки. Это хорошая привычка. Так ты научишь себя привычки и будешь постоянно откладывать деньги. Помимо этого, посмотри в интернете, я могу посоветовать тебе несколько книг. Почитай книжки Роберта Акиасаки. В чём плюсы книжки Роберта Акиасаки? Они очень простые, тебе не надо быть большим профессором или иметь сильно большое знание. Но в них заложена очень-очень сильная суть. Также можешь прочитать книжку «Самый богатый человек в Вавилоне». Эта книжка тоже очень полезна и объясняет и показывает, что тысяча лет назад было то же самое. Не было цивилизации, не было, но в принципе и правила работали все одни и те же. Ничего сильно не меняется, друзья. Всё почти остаётся одно и то же. Друзья, я надеюсь, я смог дать вам немного пищи для размышления, для саморазвития, для своих целей, для богатства. И запомните, богатство находится здесь. Оно не находится в кошельках. В кошельках находятся только деньги. Деньги – это бумажка. Деньги – это валюта, для которой нам проще меняться нашими товарами, нашими продуктами. Ничто другое. Если завтра сделают криптовалюту и скажут, что вы будете рассчитываться криптовалютой, всё, эти деньги ничего не стоят. У вас останется криптовалюта, но то, что находится у вас в голове, это у вас никто не сможет забрать. Это ваши знания. Здесь заложено богатство. Вы должны постоянно развиваться, вы должны постоянно идти вперёд. Только так вы можете достичь. Я смотрю на себя, и я сам себе говорю, что только на самом начале пути. Друзья, поверьте мне, и вы должны в себя поверить и продолжать идти этот путь. Удачи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...